здравствуйте в эфире телекомпании город программа 7 минут сегодня у нас в гостях макей русинов координатор независимого гражданского объединения триколор чтобы поподробнее сразу объяснить что это за человек он один из организаторов пункта сбора гуманитарной помощи для жителей донбасса и для людей которым были вынуждены взять оружие скажем так и защищать свою родину совершенно верно макей вот расскажи пожалуйста поподробнее о самой идее создания вот этого пункта кто был инициатором ну и вообще поподробнее но не создать пункт было бы неправильно условиях которые мы сейчас имеем и пришла идея это в мае в начале мая решили мы открыться девятого самый наплыв народа в город это был воронеж открылись и в первый же день нам на палатку принесли медикаментов где-то на тысяч четыреста наверное мы поняли что мы делаем правильное дело начали приходить представители организаций и довольно интересных организаций это каких-нибудь стратегических институтов связи исследовательских которые предлагали свои услуги и свои приборы которые они собирают для ополчанцев и мы связывали их с павлом губаревым и они передавали уже им туда итерации которые невозможно прослушать а сейчас связь в в тех условиях она один из самых ключевых моментов потому что ребята бегают с китайскими рациями которые может слушать кто угодно они в доступных частотах работают им то есть пошли по сердцу нет ни в какой организации никто не состоял до этого момента никаких политических инициатив у нас не было каждый занимался своим делом то есть у нас она и называется независимое это ключевое слово второе ключевое слово гражданское объединение но при этом при всем все помогают в организации на палатку скидывались также все началось это все с 10 человек здесь те ребят когда все поняли что проблема на украине она будет только расширяться и захватывать уже чуть ли не нашу жизнедеятельность тогда мы поняли что нужно что-то уже предпринимать потому что во первых никто из нас не разделяет два народа и украинский и российский на разные мы все любим мову слушать они приезжают сюда и им нравится как их здесь воспринимают никогда в жизни не видел чтобы к украинцам относились как-то очень плохо у нас есть такая мечта вот в этом во всем чтобы было так как было за год до войны и что мы можем для этого сделать сейчас это помогать во первых мирным которые страдают если уж они разделились на западную украину с центральной и юго-восточную для нас это граждане абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые люди у которых есть право на жизнь на то чтобы радоваться миру мирному небу чтобы у детей было право улыбаться и смеяться и поэтому для нас все дети равны и мы помогаем тем кому плохо так как поднимаются люди которые начинают защищать свою родину то вот лично для меня и для ребят я могу отвечать за всех кто с кем работаю вот в этой теме уже для нас они герои герои потому что они не испугались не уехали никуда они не умея абсолютно держать в руках оружие взяли в руки оружие начали воевать начали защищать своих женщин которые также не уехали а готовят им там на блокпостах раньше когда это начиналось они готовили еду а сейчас они просто сидят бомбоубежищах потому что уже невозможно находиться на улице спокойно и безопасно вот и то есть основная наша задача была что-то сделать для этих людей поехать туда мы не можем ну вот не можем потому что это не наша война а пунктов на самом деле очень много они стационарные палаточных не было ни одного не в воронеже не в рязани людям проще когда они идут мимо наши палатки по городу просто гуляют спросить на следующий день принести то есть это нагляднее и они знают что мы стоим каждый день независимо от погоды независимо от праздников независимо от каких-то условий вот и то есть у нас уже вот по гражданской линии у нас уже такой диалог настроен с городом и вот сейчас 6 июля мы поставили палатку в рязани и диалог уже идет то есть во первых палатка зачастую это площадка для дискуссий очень много народу приходит и пытается рассказать свое мнение по поводу войны спросить о сводках что все приходящие на палатку всегда с первым делом с утра когда мы поставим уже пункт все читают сводки от стрелкова как там что там но ты сказал уже что люди приходят и высказывать свое мнение в большинстве своем какое оно оно разное большинстве своем не могу даже сказать каких-то тенденций потому что у всех очень разные взгляды кто-то вообще чуть ли не приходит с упадническими настроениями проходя мимо палатки гайд ну что скоро их побьют вот мы говорим да почему же побьют и кого их да 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 они объясняют что ополченцев побьют когда мы спрашиваем а почему у вас такие настроения ну вот мы же видим что их гасит их им что их прям давят по всем направлениям но не знаете вы какие сми слушаете может быть у вас есть доступ к украинским а может быть может быть еще и киева пока еще к европейским потому что некоторые прозревают вот и я гурнет вот по моему мнению по моему ощущению когда мы общаемся с ополченцами когда мы перевозим свои грузы к ним когда мы вот эти вот несколько минут конструктива что там у вас и самое главное он же не сможет рассказать что у них но я смогу определить по его настроению вот всю вот эту картину именно по духу и они очень богаты этим духом то есть для нас был большой вопрос как стрелков мог держать славянск в течение двух месяцев когда он оборонялся от огромной армии украинской превосходящий его там в разы его контингент и потом все стал на свои места когда я пообщался замком бата зари луганского батальона командиром заместителем с его потому что людей с таким духом это это конструктивное преимущество это конкурентное преимущество перед украинской армией там у них духа нет у них есть деньги у кого-то у наемников у них есть оружие может быть превосходящая по своей мощи но при этом у ребят есть дух и что нас радует что большинство все-таки эту украинцы то есть это представители донецкой луганской областей но вот если у тебя есть какая-то информация рязанские ребята едут туда ох в рязани произошло то о чем мы и думали что произойдет потому что очень большая вот я забегу чуть-чуть назад очень большая проблема сейчас с гуманитарной помощью это еда есть медицину приносит все все это хорошо то есть мирным мирных мы обеспечиваем но очень сложно обеспечить ополченцев те кто приходят новыми ребятами в ополчение обеспечить одеждой камуфляжем там практически не существует складов у них и ребята бегают практически в гражданской одежде рассовывая магазины там по карманам и гранаты и хотя бы передать им камуфляж мы на палатках у нас есть коробочки туда люди приносят деньги и когда эти деньги собираются мы покупаем на эти деньги либо очень сложные лекарства типа противошоковых группы а нужных для того чтобы упреждать болевой шок когда человеку там что-то не дай бог оторвало или какое-то тяжелое ранение второе направление это одежда камуфлированная то есть это снаряжение камуфляж берцы берцев там вообще не хватает они бегают по полям по башне то есть в кроссовках бы как все привыкли это выворачивали бы они ноги себе и вот то есть берцы камуфляж разгрузки это вообще для них что-то невообразимое если разгрузки передают и вот по воронеж но очень мало приносили то есть те кто кто-то служил когда-то приносили свои старые мы рады всему стиранному новому не новому вот а рязань город военных город училищ и здесь основное конечно место в наших коробках на палатке занимает камуфляж снаряжение если говорить о переправе гуманитарной помощи как вот этот коридор работает расскажи значит коридоров есть несколько слава богу потому что когда был основной один коридор и украинская армия это узнала потому что разведка работает в обе стороны а тем более на их стороне работает большая мировая разведка больших сильных стран и коридор начали уничтожать его очень сильно уничтожали и вплоть до того что украина пригнала танки туда пригнала туда минометчиков и корректировщики сидели в нашей русской зеленке и корректировали удары ровно чтобы они приходились на дорогу практически чуть ли не каждую секунду летела миной невозможно было проехать бои за этот коридор шли в течение наверное недели и наши ребята смогли отбить их украинскую армию на 40 километров от границы и пока коридор сейчас свободен то есть каждый раз вот в течение трех месяцев когда мы этим уже занимаемся граница то открывалась то закрывалась то открывалась и накапливались сразу все в складах мы никуда не везли потому что все общественные организации россии держали это у себя на складах потому что ростовский склад был уже заполненный а потом как только открывалась граница текучка происходит в течение буквально дня то есть заполняется утром склад вечером и он уже опять пустой заполняется склад пустой я желаю тебе удачи спасибо тебе большое делаешь огромную работу большое доброе дело спасибо это была программа 7 минут мы с вами скоро увидимся все вам самого лучшего спасибо